А еще на этой неделе мы все узнали, как зовут премьер-министр Австралии. И не только узнали, но и увидели, как он выглядит в трусах. История довольно глупая. Как вы знаете, до саммита Большой двадцатки остается меньше месяца. Австралия, а саммит пройдет в Брисбене, в этом году принимающая сторона. И вот почему-то премьер Австралии Тони Эбботт решил, что для него пришло такое золотое время политического пиара. А он занял свой пост всего год назад, победив на тех самых выборах, которые проиграл Джулиан Асан. И вот в преддверии саммита Эбботт сначала заявлял вообще, что не позовет и не пустит к себе Путина, забыв как-то, что это вообще такое не личное членство в закрытом клубе, а саммит, где Путин представляет огромную Россию. А потом хвастливо заявил, что пусть он, мол, приезжает, а тогда он, Эбботт, возьмет его за грудки и поговорит с ним по-мужски. Тут надо сказать, что переводчики дают несколько вариантов того, что он с ним сделает. Есть еще варианты вырубит или собьет с ног. Но лучше бы он этого вообще не говорил. Потому что ведущие СМИ и политики вообще побросали все свои дела, забыли какие-то претензии к Путину и стали с увлечением обсуждать их будущие шансы в этой схватке. Я собираюсь атаковать мистера Путина. Как вы меня, так и я вас. Смелое заявление австралийского премьера Тони Эбботта в адрес российского президента накануне саммита G20 вот уже неделю обсуждается на страницах западных газет. Обещание применить по отношению к Путину футбольный прием, который дословно переводится как «атаковать противника спереди», а выглядит примерно так. Мягко скажем, дал повод пройтись по австралийцу по полной. Комик Джаст Вемлоу в своем блоге в Гардиан откровенно критикует слова Эбботта. Возможно, он пытается произвести впечатление на публику. Если это образ австралийского народа, который имеется у Эбботта, то позор нам. И добавляет, обращаясь к премьеру. Зачем встречаться на собственной территории с человеком, превосходящим тебя? Действительно, вызывать на бой сильнейшего по меньшей мере глупо. Вторят Вемлоу в редакции британской Дейли Мэйл. И проводят сравнительный анализ спортивных достижений двух лидеров, которые наглядно демонстрируют превосходство Путина. И правда, велогонщик против дзюдоиста. Силы явно неравные. Да и не только в спорте российский лидер выигрывает. Подводит итог тренер по боксу Дейв Смит, которому и поручили провести этот самый сравнительный анализ. Путин стратег. Он очень умный человек. Просто понаблюдайте, как он ведет себя последние пару лет. Сотечественницы Эбботта, австралийскому сенатору Джеки Лэмби и вовсе стыдно за подобную грубость по отношению к Путину. На страницах все того же Гардиан. Она откровенно критикует своего премьера, призывая его вести себя, как подобает премьер-министру. И нелицеприятно сравнивает со школьником, в котором играют гормоны. Российскому же президенту, между тем, наоборот, выражает симпатию. Мне нравится Владимир Путин. Он пытается, как только может, установить мир во всем мире. Вот, ей-богу, Эбботт заработал все-таки какой-то презент от Путина за такую неожиданную позитивную личную рекламу. Но, вы знаете, важно другое. Его поведение вполне укладывает вот в тот стиль, манеру, который сегодня позволяет себе отдельные мировые политики по отношению к России, ее гражданам и ее первую лицу.